И же хирургимы, мы как хирургимы, аллилуйя, одно из самых таких торжественных песнопений в современном исполнении православной литургии, и же хирургимы, мы как хирургимы проставляем Господа Бога Всемогущего, мы как ангелы восхваляем Господа, и сегодня день молитвы, сегодня время молитвы, в этот шаббат, в эту субботу, Ну, вчера была встреча шаббата в нашей Киевской архиве, и сегодня молитва здесь, в часовне, в храме, в часовне святого Иерусалима, аллилуйя, аллилуйя, благоставляю всех вас, дорогие друзья, благоставляю всех подключающихся, кто имеет возможности, подключайтесь сегодня на молитву, Кто не сможет, то уже потом записи посмотрите, дорогие друзья, вот, и сегодня молитва здесь, в храме, часовне святого Иосифа, вот, и молитва эта проходит, получается, по субботам, здесь теперь, слава Богу Благословения Господних, всем вам, дорогие друзья, вот эта хирургическая песня, в исполнении, сейчас здесь, в современном таком исполнении, включил я, здесь, в хоро-медрис, в этом храме-часовне, хор только вот так вот, в записи только, включаем мы, Но, я думаю, что Бог усмотрит, вот, и хор нам, и певцов, певчих, поэтому, если вы в Киеве, если вы музыкант, певец, то свяжитесь со мной, обязательно, потому что, думаю, что, я даже уверен, не то, что думаю, Я уверен, что у нас в церкви, такой реформаторской, православной церкви, уже нового поколения, в вашей церкви, храм, это не совсем так, мы здесь временно собираемся, это, вообще-то, часовня, значит, украинской православной церкви, киевского патриархата, вот, здесь проходит богослужение, значит, киевского патриархата, но это одна из таких традиционных Православных церквей, вот, у нас своего нету здания, у нас нет своего, даже вот такой каплички у нас нету еще, поэтому мы арендуем помещение, то на Кловской, то на Кловской, то на Кловской, каждое у нас воскресенье арендное время, вот, ну, все церкви наши, какие, где могут, там арендуем помещение, Или на квартирах собираются просто, потому что, такое сейчас понимание, что собирать церковь из живых камней необходимо, на самом деле, но помещение очень тоже необходимо для таких собраний, таких, каких-то праздничных собраний особенно, вот, в конце концов, но мы пока арендуем помещение, пока своего у нас ничего в Киеве нету, но молимся об этом, Бог, да, усмотрит Вот, а здесь, сама эта часовня, она, будем так говорить, межконфессиональная, сюда приходят верующие разных конфессий, разных традиций, разных церквей, помолиться к Богу, и она открыта постоянно, сюда люди приходят порой, вот, просто уединиться с Богом, помолиться к Господу, почитать Слово Божье, это, это замечательно Здесь вот, пожалуйста, Новый Завет, Евангелие, книги Священного Писания, Нового Завета, да, здесь и Евангелие, все четыре Евангелия, и, то есть, здесь Новый Завет, вот, с хорошим шрифтом таким, вот, очень высоким, то есть, вот, и люди приходят сюда, читают Слово Божье, вразумляются, назидариваются, вот, это, это замечательно, слава Богу Вот, вот, я думаю, что за этим будущее даже вообще, действительно, потому что, знаете, ой, спасибо тебе Господь, потому что разные церкви есть, разные конфессии, но, по сути-то, наша вера, она одна, наша вера Христова, христианская вера, вот, и все вот эти разделения, такие, православные, католики, протестанты, очень, и каждый из этих ветвей, в свою очередь, на десятки разных-разных, там, сотни направлений, веточек, значит, отделяется, но самое-то главное, церковь Иисуса Христа, она одна, и вот здесь, что замечательно, в этой, именно, часовне Святого Иосифа, проходят молитвы, именно, ну, за единство церкви, единство верующих, вот, это, это замечательно, и настоятельно здесь, отец Сергий, Фомин, мой друг, он был у нас в церкви не раз, делился Словом Божьим, там, на Кловской, где по воскресеньям арендуем помещение, он приходил, делился Словом Божьим, вот, приходил со своей матушкой, и, вот, кстати, вот, на последнем служении, получается, здесь вот, возле метро Черниговская, да, значит, там, где СНЛ, офис находится, вот, там проводил служение, в ту субботу, и я там проповедовал, и тоже отец Сергий, вместе с матушкой, со своей, были там они, тоже делились Словом, свидетельством делились, вот, и сегодня у нас уже суббота, сегодня они уже в этом, в Польше, в Польше, они, по-моему, вчера уже должны были вылетать, эти выходные, они уже в Польше, вот, проповедуют Слово Божье, слава Господу, в эти выходные, вот, и, там, я так понимаю, в разных костерах будут проповедовать, вот, ну, а здесь я провожу молитву сегодня, с прямым, с прямым включением, прямой трансляцией, здесь, слава Богу, есть интернет, и позволяет технически все делать трансляции, слава Господу, пусть Бог вас благословит всех, во имя Иисуса Христа, и вот, чтение из Слова Божьего, я читал из Послания к евреям, продолжил чтение, я читал первую главу, теперь вторая глава, Послания к евреям, пишется следующее, здесь, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное Слово было твердо, твердо, и всякое преступление и непослушание получало правильное воздаяние, то как мы избежим пренебрегшие столь великим спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышанными от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умалил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего не покоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы это было ему, все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который ненадолго был умален пред ангелами, чтобы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надвижало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, усовершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые, все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое, братьям моим, посреди собрания воспою тебя. И еще. Я буду уповать на него. И еще. Вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Аврагамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Аллилуйя! Аминь! 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 Аллилуйя! Спасибо, друзья, братья и сестры, кто подключился сейчас онлайн и кто потом записи будет смотреть. Это Слово Божье, прозвучавшее, оно просто переворачивает душу и сознание. Оно просто восхищает. Удивительное Слово Божье. Иисус Христос один за всех и все за одного. За Иисуса Христа. Он один за всех нас пролил свою кровь, вкусил смерть, проклятие. Один за всех и все за одного мы держимся, за Господа нашего Иисуса Христа. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Он приобщился плоти и крови. И вот сегодня утром была Евхаристия, литургия такая. В 6 утра, каждое утро я включаюсь онлайн и совершаю хлебопреломление, причастие. Не всегда я в трансляции совершал хлебопреломление, но последние месяцы, последние вот эти недели, каждый день именно онлайн включаюсь. Потому что многие верующие порой комплексуют и многие христиане порой не знают, как же причащаться. Потому что в церквях порой, ну в разных религиях, конфессиях, динаминациях, будем так говорить, очень разные есть уставы свои, церковные свои уставы. Как, допустим, у нас в православии был когда-то устав такой, еще дореволюционный, еще столик недавности, установление такое, традиция, чтобы причащаться раз в год, раз в году. Вот потом этот устав, он как бы ушел уже в небытие. Как правило, большинство православных четыре раза в году причащаются вот каждым постом, некоторые чаще, некоторые раз в месяц. В большинстве протестантских церквей, вот я бываю в гостях у наших братьев, и у баптистов, и у писядников, харизматов, адвентистов. Обычная практика такая, я наблюдаю практику раз в месяц, старообрядцы до сих пор раз в год. Ну да, в принципе да, так оно и есть как бы. Вот, да и многие православные, в принципе, тоже так вот держатся, до сих пор такой традиции. Но, в общем-то, причастие, это приобщение тела и крови Иисуса Христа, и оно совершается постоянно. Кстати, ну скажу так, в защиту старообрядцев, я очень люблю, очень обожаю старообрядцев, это древнеправославные церкви. Я бывал на Рогожке много раз, вот, значит, и в других местах, в собраниях старообрядцев. И в США на Аляске, и в Австралии был в общении со старообрядцами. Вот, и потому что старообрядцы рассеяны по всему лицу земли ныне. Вот, и в Канаде еще не было старообрядцев, приглашали братья, приглашали меня, вот, старообрядческие там общины. Но у меня не было просто визы канадской, только американская была виза, но я не, к сожалению, не подумал о том, чтобы открыть мне заранее эту визу. Вот, надеюсь, что уже вскоре все-таки сделаю визу канадскую, чтобы мне побывать в Канаде. У братьев тоже старообрядцев также. И вот на Преображенке, в Москве, интересно, значит, там, они как говорят? Мы причащаемся, а говорю, как вы причащаетесь? А вот, ну, они двойперстые, двойперстые переписились, вот, Евангелие пословали, открыли, вот, мы преломляем хлебушек. Какой хлебушек? Ну, это же хлеб жизни. Вот мы преломляем хлеб, открываем, читаем Слово Божье. Это наше причастие. Думаю, да, молодцы, молодцы, братья. Вот, так что воззрения на причастие очень различные. Есть даже такие религии конфессии в христианстве, где причастие в общении, как таковое, тело, но кровью Христа отсутствует. Вот я назвал, допустим, примеру, уже, некоторые, да, беспоповцы, так называемые беспоповцы. Вот, и не только. Есть, ну, с десяток, наверное, таких разных христианских течений, малоизвестных, большей частью, или почти неизвестных обывателю христианскому, тем более светскому. Вот такие течения, которые вообще не практикуют, как таковое, причастие, евхаристию буквально. Но я рассуждал с беспоповцами, вот, Рижская, Гребенчиковская община, допустим, да, рассуждал, и каким образом я увещевал их? Говорю, братья, значит, вот, говорю, все-таки, хотя воззрение у них, что дух святой якобы уже взят, удерживающий, якобы сейчас время уже антихриста, вот, и есть такой, как бы, у них говорят, коллективный антихрист, или, как сказать, антихрист, как дух антихриста, переселяющийся во всех правителей московских, значит, он, как бы, переселялся, вот, как бы, но, начиная с Алексея Михайловича, вот, до сегодняшнего дня, до Владимира Путина, как бы, значит, то есть, как бы, у них такое воззрение такое, вот, как бы, и я как ни старался там, ну, перебегите, говорю, ну, все-таки, это же не совсем в описании, это, как бы, это одно из, одно из ваших, вот, таких вот, ну, странных таких вот воззрений, которые, ну, да, конечно, я понимаю, в условиях гонений, они, как бы, эти учения возникали, как бы, ну, просто из-за, ну, скажу так, неграмотности, большей частью гонимых самих же верующих, но, ничего, и я говорю, братья, ну, все-таки, никто же не отменит никогда, но, само, пока он придет, пока он не придет, Иисус, Иисус не пришел, нет, доколе он придет, мы должны преломлять не просто, не только вот так вот, открывать Библию, целовать ее и читать Слово Божие, это хорошо, это многочестиво, но нужно вкушать тело и кровь его, хлеб и вино есть, говорю, принесите, давайте преломим хлеб сейчас, как? А вот так, просто хлебушек, они говорят, а только ржаной хлеб у нас остался, и вина у нас нету, говорю, вот вода есть, наливайте воду, воды, говорю, они налили воды, думали, может, я сейчас помолюсь, воду в вино превращу, говорю, нет, я не буду чудить так, что-то творить не буду, вот я, значит, помолюсь, хотя я верю, что Бог может и это сделать, однажды он это сделал, почему бы это сейчас не сделать ему, но говорю, ну нет надобности, ведь у нас не качество вина сейчас, ну как бы на повестке дня, или качество хлеба, а качество нашего рассуждения, нашей веры, а как это? И я встану им рассказывать, старой верой, этим старобляцам рассказывать, что вот моя вера в том, что Иисус Христос, он пролил, за меня святую кровь свою, Аликс, да, только 3% населения, но опять-таки переписи, конечно, современные вруны, они еще больше вруны, но и тогда тоже привирали переписчики дореволюционные, вот, я читал о переписи населения, которое было в 1896 году, и скажу, что в основном это все было заказное и политизированное переписывание населения, вот, то есть была цель изначально не показать реальные факты, а показать то, что сказали сверху показать, будем договорить, но это отдельная история. Так вот, и мы продавляем хлеб таким образом, поэтому для причастия сегодня, я скажу, для причастия вот по утрам, я братьям говорю, пожалуйста, даже возьмите просто воды, возьмите просто хлебушка, вот, даже роженого хлеба, неважно какого хлеба, потому что то, что входит в нас, оно не может нас осквернить, тем более благословить, осветить, а то, что исходит из нас, и действительно, вот это рассуждение над телом и кровью Христа, оно как раз вот именно и самое важнейшее является, аминь. Слава Богу, приветствую. Шалов, 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 любого дорогого. Капер вала уже три раза. Да, да, да. Так, у нас здесь трансляция сейчас идет. Так, пока присаживайтесь. Нет, нет, вот сюда поставьте, да, пока. Присаживайтесь. Вот, сейчас просто завершу эту часть. Я по частям таким распеваю, сейчас уже шестая часть, вот это вот как раз. Где, читаю, сейчас послание к евреям, вторая глава, сейчас читал сегодня, вот, до того первую главу еще перечитывал, как раз тоже. Вот, и сейчас о причастии, и пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Потому что и здесь, в этой вот часовне Иосифа праведного, я буду тоже проводить такие причастия, Евхаристии, вот, значит, и об этом будем более подробно рассуждать уже. Пусть Господь Бог благословит всех вас, вот, вот, священник Любовь Давидовна пришла уже у нас на служение, слава Богу, на это собрание такое молитвенное. Пусть Господь благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Здесь помещение небольшое, и один брат пришел, другой, третий, сейчас вот. Значит, у нас и молебен. Да, молебен, молебен, совершенно верно, молебен, молебен, точно так можно назвать. Да. Вот, молитвенное такое собрание во имя Христа Иисуса. Ну, и те, кто подключаются, конечно, тоже онлайн, благословляю всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Да, благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да, призывает на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да, обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь я тоже, аминь. 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 Amинь.